Время новостей Татарстана Выслушал Дмитрий Иринин Свадебное платье с подвохом Свадьи стоят 50 тысяч, деньги мне не возвращают, свадьбы на носу, я не знаю, что делать Как одна покупка испортила все ожидания праздника у Альбины Минибаевой Экономический кризис в России закончился Это сегодня констатировал Владимир Путин во время своей прямой связи с населением Подобное общение стало 15-м по счету и первым летним По традиции прозвучал огромный спектр вопросов от мировой повестки дня до дел личного характера Были темы и прямо связанные с нашим регионом О перспективе строительства в Казани мусоросжигательного завода, например Позиция президента по этому поводу и другие темы в обзоре Дмитрия Иринина Уважаемый Владимир Владимирович, прямая линия воли и судьбы совпала с 75-летием Казанского электротехнического завода Это одно из обращений Владимиру Путину от татарстанцев Свой привет президенту казанские заводчане записали заранее и сегодня ждали у телевизора ответа Мы хотим от него услышать поздравления и передать ему пожелания, чтобы он продолжал рулить страной в том же русле Как руководитель страны оценивает состояние дела в российской экономике, сегодня был первый и, как сказали потом, центральный вопрос Объективные данные, они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена И мы пришли к периоду роста Этот ответ особенно порадовал молодых казанских предпринимателей Они под коллективный просмотр прямой линии приспособили к оворкинг, то есть одомашненный офис Важная информация того, что в целом мы всегда говорим о кризисе Сегодня мы говорим уже о каких-то позитивной динамике И мы очень надеемся, что вот эта позитивная динамика, она сыграет плюс на наших татарстанских предпринимателях Еще Владимира Путина из Московской области спросили о теме, прямо относящейся к Татарстану Строительству мусоросжигательных заводов Один из таких должен появиться и в Казани Это хорошая технология, японские, строить будет наша компания Ростех Надо сделать это как можно быстрее Как почитали каждую минуту, Путину приходило более сотни смс-сообщений и почти полтысячи звонков В том числе и видео И порой после таких репортажей президент тут же принимал управленческие решения Нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования, с увеличением финансирования дорог на региональном и муниципальном уровне Как говорит старшее поколение семьи Ларионовых, что пока молодежь на работе, на учебе собралась в телевизора, этим и хороша прямая линия с президентом Мне нравится, что он на все вопросы отвечает Где посмеюсь и где маленько Как-то возбудись Сегодня Путин и сам задался вопросом к футбольным функционерам Когда же достойно заиграет сборные страны? И не дождавшись от них точного ответа, высказал свое пожелание Это должно произойти уже скоро, на Кубке Конфедераций Матчи, которые пройдут и в Казани Будем надеяться на то, что ребята будут играть с полной отдачей Как настоящие бойцы и спортсмены Чтобы порадовали наших болельщиков хотя бы тем, что они стремятся к победе Всего Путину поступило около двух миллионов вопросов В прямом эфире за четыре часа он ответил на 68 В том числе и о своем политическом будущем и о преемнике Вопрос, кого вы планируете оставить после себя? Ну, во-первых, я еще работаю Во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель Российский народ Я, конечно, сам когда-то определюсь Не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы Во время телетрансляции вопросов Торстана озвучены не были Однако все обращения президент обещал изучить Главное же, по его словам, в России нужно добиться роста доходов населения В этом году зарплаты уже выросли на 3% И завершил же президент на другой обнадеживающей ноте Я прочитал, здесь справа было написано Все будет хорошо Так оно и будет Тем временем экономика страны показывает Рост сегодня крупное производство в масштабах России запустили в Елабуге Здесь начали собирать экскаваторы-погрузчики Елаз-Биль-Эль Для промышленности импортозамещение для города новые рабочие места Сколько глобальной планы производителей оценила Лисан Сабирова Татарстанским экскаватором Зеленые 15-06-2017 Исторические цифры для всей промышленности страны Высокоэффективное производство Очень нужный продукт на российских рынках Сегодня руководство страны особо уделяет внимание Вопросов импортозамещения Сегодня этот продукт реализован, локализован до 70-75% Для нового модельного ряда новый сборочный конвейер Здесь полностью обновили оборудование На месте можно обработать металл, сварить, покрасить, собрать и провести испытания Полный производственный цикл для техники с большим потенциалом Копнуть может до 5 метров, а дотянуться до 3 Сегодня мы практически делаем все, кроме трех компонентов Это мосты, передняя и задняя коробка и двигатель На сборке задействованы 120 человек Технологию переняли у ведущего турецкого производителя Ездил специально в Турцию на обучение Оборудование новое, тут больше электроники, так скажем 500 единиц техники в год Производственные планы завода пока таковы Однако производители планируют копнуть глубже На стройке, на разработке карьеров Эти экскаваторы должны заменить импортную технику Елаз единственный отечественный производитель техники такой модели На запуск производства направили более 330 миллионов рублей Мы проложим все усилия для того, чтобы российское производство Вышло на уровень, для того, чтобы было больше российских заводов Для того, чтобы было больше российских техников Елазовские экскаваторы уже проявили себя на деле Их эксплуатируют в нескольких регионах страны Лисан Сабирова, Рина Цафин, ТНВ, Елабужский район После осмотра завода президент Татарстана Рустам Мениханов Провел наблюдательный совет особой экономической зоны Алабуга Рассмотрели проекты трех компаний, претендующих на получение статуса резидента Отметили заслуги и достижения экономической зоны Президент рекомендовал не сбавлять темпы Затем Рустам Мениханов ознакомился с ходом строительства сервисного металла Центра Алабуга Здесь будут производить стальные заготовки для автомобильной промышленности Прежде всего для компании Форд Визит в Закамскую зону Рустама Мениханова продолжился В набережных Челнах здесь президент посетил стройплощадку комплекса Sunrise City Его возводят турецкие инвесторы Жилой комплекс многофункциональный Здесь же детский парк профессий Президент также побывал на заводе хоккейных клюшек Здесь трудится 88 человек Аналогов производства нет в России Здесь делают спортинвентарь как для любителей, так и для профессионалов Клюшки проверили на прочность на специальном станке Рустам Мениханов предложил предприятию сотрудничать со спортивными школами республики Напомним, Денис Зарипов изготовил клюшку специально для Владимира Путина Это был подарок ко дню рождения президента страны Сегодня в Харбине стартовала четвертая российско-китайская экспо В Поднебесной не скрывают Хотят увеличить экспорт продуктов питания и товарооборот в энергетической отрасли в нашу страну Россия же намерена развивать двустороннее сотрудничество в самых разных отраслях Китай первый в списке торговых партнеров О чем договорились страны и что представили на выставке Об этом в репортаже Адели Коломийца из Харбина Смотрите его в вечернем выпуске новостей в 21.30 Сегодня в Казани открылся пресс-центр для журналистов Не получивших официальной аккредитации на Кубок Конфедерации Однако и здесь СМИ будут встречаться со спортсменами, звездами и официальными лицами Как центр готовится к первой пресс-конференции увидел Рамиль Шайдулин Здесь журналисты будут набирать резюмирующие тексты Кто и как сыграл и прогнозировать не перерастет ли перепалка на поле в очередной скандал Футбольные страсти начинаются в воскресенье Журналисты во всеоружии Мы очень переживали, что этот пресс-центр будет не оборудован Но придя сюда в принципе убедились, что все комфортно, все доступно Информационный центр в 15 минутах езды от Казани-арены Площадкой выбрана пирамида, подошел ее концертный зал И технически с экранов будет вещать картинка HD И пространственно в зрительные ряды вместится весь журналистский пул Заявки подали порядка 240 журналистов И это из российских средств массовой информации И порядка 130 из зарубежных средств массовой информации Говорить об одном даже на разных языках предстоит уже завтра По плану первая пресс-конференция С участием мэра и татарстанского министра спорта Места в зале должно хватить всем журналистам Как инспектирующим, так и записывающим на диктофон На время кубка организаторы поделили пирамиду на зоны С компьютерами и без Образцом стали медиа-центры Олимпиады в Сочи Справляться придется с сопоставимой нагрузкой Пресс-центр работает с 10 утра до 11 вечера А в дни футбола до 2 ночи Ночное дежурство уже в воскресенье Пресса опишет столкновение Португалии и Мексики Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Легенда футбола в Казани на матч Кубка Конфедерации В нашу столицу прилетел Криштиану Роналду Точнее, прибыла вся сборная Португалии Однако все внимание приковано к седьмому номеру В составе чемпионов Европы Команда ночью заселилась в отель А сегодня уже успела провести тренировку на центральном стадионе Как встречали Роналду Обзор соцсетей в материале Алмаза Гафиятова Никаких отдельных самолетов, личных автомобилей или носильщиков сум Криштиану выходят из самолета наравне со всеми И садятся в обычный автобус Но каждый его шаг оказывается под прицелом камер болельщиков и фанатов Для заселения португальцы выбрали отель между железнодорожным вокзалом и Булаком Не самое раскрученное место Но с прибытием Криштиану даже заброшенная улочка может стать пятизвездочной Тем более с его окна можно увидеть недавно сделанный портрет футболиста на всю стену Желающих посмотреть на португальца у отеля собралось около сотни человек Они ждали здесь несколько часов ради нескольких секунд улыбки и традиционного жеста Роналду Уже сегодня команда провела тренировку на стадионе Рубин Криштиану вместе со всеми опробовал новый газон Идентичный с тем, что постелили на Казань-арене До Кубка Конфедерации между тем остается два дня Уже 18 июня Казань-арена примет первый матч Мундиаля Португалия-Мексика В этот день с 13 до 22 часов будет действовать последняя миля Движение транспорта вблизи стадиона будет перекрыто Парковка автомобилей на Чистопольской станет невозможной Также изменится схема движения общественного транспорта Подробную информацию можно получить на сайте Казанского исполкома Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее На льготных условиях Если у тебя, например, четверо детей, всех же надо за ученые платить Какая помощь оказывается детям из многодетных семей Расскажет Александр Свастьянов Откуда по всей Казани ароматы навоза? Туалетом, как будто пахнет На запах пошла Лина Зинатулина Сессия Госсовета пройдет 22 июня В день памяти и скорби Такое решение было принято сегодня На заседании Президиума Татарстанского парламента Фарид Мухаммедшин предложил начать Следующее заседание с минуты молчания В повестке дня 35 вопросов Ко второму чтению подготовлено 4 закона проекта О продовольственной безопасности Внесении изменений в земельный кодекс республики Июнь самый жаркий период в образовании В школах завершается ЕГЭ В вузах стартует приемная комиссия В ближайшие месяцы определится судьба Тысячи татарстанских абитуриентов Среди них и дети из многодетных семей В рамках проекта «Большая семья» в объективе ТНВ Мы решили выяснить, какие льготы Предоставляют детям из больших семей Александра Севастьянова продолжит тему Мне 19 лет Я учусь в КХТИ На втором курсе Лилия Хамедулина уже студент Кроме нее в семье еще трое детей Двое, в том числе и Лиля, приемные При поступлении девушке льготы предоставили В университете есть льготы Это такие, как стипендии повышенные Матпомощь, это материальная помощь Выдается в полгода раз Если у тебя, например, четверо детей Всех же надо за учебу платить Мне кажется, не у всех такие деньги Государство, если поможет, очень хорошо будет Но такой пример скорее исключение, чем правило По статусу Лиля сирота и находится в семье на опекунстве По порядку приема мы выделяем не менее 10% мест на каждом направлении подготовки Для льготной категории лиц Это дети-сироты и инвалиды Дети из многодетных семей, как отдельная льготная категория Ни в УЗах, ни в СУЗах не выделены Поэтому, если родители ребенка официально усыновили Или имеют родных детей и их больше трех То дети из такой многодетной семьи Льгот, в частности, на поступление в УЗ иметь не будут Что касается порядка приема на обучение по образовательным программам среднепрессионального образования То в этом документе вообще не выделено никаких категорий лиц Которые бы пользовались преимущественным правом на обучение Потому что обучение по программам СПО является у нас общедоступным Такая вот получается разница Семьи опекуны и семьи приемные Это отдельные категории Однако и для первых, и для вторых есть другие льготы Бесплатный проезд, школьное питание, скидка на ЖКХ Многодетных семей это субсидия в размере 30% на жилье и коммунальные услуги Это обеспечение лекарством детей из многодетных семей до 6 лет Это обеспечение молочным питанием детей до 3 лет И ежемесячная субсидия на проезд детям из многодетных семей Льготы, чтобы, может быть, меньше балл был проходной для них И стипендию хотелось бы Этим людям надо помогать финансово Именно хотя бы для проезда Конечно же, будет замечательно, если будут всякие вот талоны Студенческие талоны именно на питание Льготы должны быть, конечно, но тоже все должно быть соразмерно И все же поддержка весомая Только в этом году на льготы для семей с детьми Из бюджета республики выделили 7 миллиардов рублей Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, Александр Лобанов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань В центре города пахнет и непонятно чем Со всех районов Казани жители жалуются на неприятный запах на улицах Кто-то считает, что ветер приносит, другие видят причину в экологии У кого-то и вовсе неожиданная версия Какая, знает Лина Зинатольевна Похоже на навоз, конечно, немножко такой неприятный запах Этот запах Альфия Кузнецова почувствовала в сквере у чеховского рынка В начале недели ароматы обеспокоили гуляющих Некоторые тут говорили, что туалетом, говорит, как будто пахнет А это уже сквер в московском районе Казалось бы, другая сторона Казанки, а проблема та же Чувствуете, какой-то здесь запах? Да, немножко есть запах навоза Но откуда взяться навозу на городских улицах? Казанцы теряются в догадках Здесь каждый день катают пони, детей И хозяева пони за собой не убирают Только нет в городе столько пони, чтобы... Так откуда же запах распространяется на всю Казань? Все ли в порядке с воздухом? Мы спросили у экологов По результатам сегодняшнего отбора проб И предыдущих отборов проб воздуха Атмосферного превышения вредных загрязняющих веществ не выявили А разгадать загадку нам помогли биологи Оказалось, обычные рябина и боярышник При цветении выделяют вещество со специфичным неприятным запахом Похожим как раз на навоз Растения имитируют запах разлагающейся органики Для того, чтобы привлекать этих насекомых Которые опыляют его, например, мухи или некоторые жуки А вот и одна из виновниц переполоха Цветущая рябина Глазам приятно, носу не очень Хорошая новость Лепестки уже почти осыпались Ведь цветет растение лишь до середины июня Так что неприятного запаха по всему городу Скоро больше не учуешь Лина Зинатульна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Покупка испортила предвкушение праздника Свадьба Анны Антоновой оказалась на грани срыва Будущий муж раскритиковал наряд своей невесты Но купленное платье в магазин обратно не приняли История предсвадебного переполоха у Альбины Минебаевой Жених так приоткрыл вот эту вот молнию И вот увидел эту юбочку и сказал нет У Анны Антоновой свадьба через неделю, но в голове не звуки марша Мендельсона А вопрос, как вернуть свои деньги Модный и дорогой свадебный салон Но платье оказалось не идеальным, а продавцы их сомнительной репутации Я же сказала без комментариев, не понимаешь? Вы хотите ко мне, обернитесь, я с вами разговариваю Анна, как и положено, в течение двух недель обратилась в магазин с возвратом И тут самый неожиданный ответ от директора салона За 50 тысяч рублей, оказывается, купила корсетное изделие Это корсетное изделие, вы посмотрите Смотрите, какой корсет у него здесь, вот здесь, просто идеальный Аргумент не новый, говорят юристы Продавцы готовы заменить одно понятие другим ради прибыли И показывать затем покупателю, вот, закон о защите прав потребителей Изделия, как белье, возврату, обмену не подлежат Но это неправильно, это уловка Лично мне ничего здесь больше не нравится Такой аргумент у продавцов не в счет, когда речь идет о возврате Более того, директор салона решила разобраться, а настоящая ли свадьба впереди Купила платье, сфотографировала, я не знаю, что она там делала Давайте я вам пришлю копию заявления в ЗАГС Правда, вот в законе ни слова о том, чтобы продавцы проводили расследование Все четко Продавец не может предложить потребителю товар, который бы его полностью устроил В качестве обмена, то в этом случае потребитель имеет право требовать возврата денежных средств Продавцы первое время говорили, давайте мирно, давайте мирно А теперь уже Анна готовит документы в суд Правда, свадьба через 10 дней А главный наряд невесты до сих пор не коплен А деньги застряли в магазине Альбина Минибаева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Общественность Республики понесла невосполнимую утрату Ушла из жизни народная артистка Татарстана Альфия Авзалова Президент Республики и другие руководители выразили соболезнования ее родным и близким Альфия Авзалова снискала бескрайнюю народную любовь Пользовалась огромным авторитетом в музыкальном сообществе Республики Светлая память о всенародно любимой певице, талантовом человеке Всегда сохранится в наших сердцах Говорится в тексте соболезнования Альфия Авзалова скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни Певица обладала уникальным тембром голоса Альт полного диапазона Ее песни звучали на 14 языках мира Жизнь Альфия Авзаловой нельзя назвать легкой Уроженка Октанычского района рано осталась сиротой Будущую певицу воспитывала тетя со стороны мамы Последние годы Альфия Авзалова редко появлялась на публике Прощание с легендарной певицей состоится в субботу В татарской государственной филармонии Тысячи татарстанцев в день у разы завершают столицы С минуты на минуту начнется пятый республиканский ифтар В этот раз он проходит у Казанской академии тенниса Наш корреспондент Рамиль Шайдулин уже на месте Рамиль, добрый вечер, расскажи какие блюда приготовили и сколько человек пришли на разговение Да, здравствуйте, Алексей, все правильно Ифтар в этом году проходит у Казанской академии тенниса А не у стадиона Казань-арена, как это было в прошлые годы Ну, причина понятна, потому что сейчас стадион занят в преддверии матча и Кубка конфедерации Поэтому и мусульман в этом году на ифтар прибывает меньше 10 тысяч вместо 15 тысяч верующих Как это было в прошлые годы Я сейчас попрошу операторов показать, как вот они сейчас ждут намаза А после этого и праздничного приема пищи Который в этом году будет вдоволь Со мной рядом находится президент Ассоциации предпринимателей мусульман России Айдар Шагимарданов Человек, который знает о праздничном меню подробнее Айдар Равильевич, скажите, пожалуйста, что в себя включает каждая отдельно взятая порция Ассаляму алейкум, всех поздравляю с этим большим мероприятием Конечно же, традиционно это включает в себя при разговении финики, изюм и питьевую воду После этого читаем вечерний намаз, акшам Потом идем, садимся за столы И тут уже всех ждут горячие блюда Это плов, приготовленный в казанах на костре Это мясные и овощные нарезки Это фрукты Это обязательно бикены с капустой в хипячка И обязательные традиционные сладости наши, чак-чак и конфеты На столах также будут соки и воды Да, спасибо большое Спасибо Вот такое праздничное меню И оно заготовлено на всех А люди все прибывают и прибывают Среди гостей мы видим и министра здравоохранения Аделя Вафина А с минуты на минуту сюда прибывает и президент Татарстана Рустам Миниханов Алексей? Спасибо, Рамиль Я напомню, что это был Рамиль Шайдулин с республиканского Ифтара И на этом пока все далее о спорте и о погоде И до встречи в 21.30 Мы вместе делаем радио Ты выбираешь лучшую музыку Ты выбираешь новости онлайн Спасибо за твой выбор Болго-радиосы Мы первые в Татарстане В поисках выгодного предложения ипотеки Вы обходите много адресов Заоблачное Высокое Среднее Рыночное Но если вы ищите низкую ставку, запишите Выгодное Банк Аверс Доступная ипотека здесь Внимание! Срочная ликвидация склада новых Ниссан Скидка 180 тысяч Не предел Подробности в автоцентре Марка Звони Четыре пятерки Три единицы Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке! Каждую среду Приходите с детьми в пятерочку И получайте скидку 10% Пятерочка выручает! Весь июнь в Мебельграде Каждому покупателю такси за наш счет Туда и обратно Не пропустите! С 14 по 18 июня Ювелирная выставка на Казанской ярмарке Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в набережных Челнах 70, 16, 42 А теперь и в Казани На декабристов 1, 523, 83, 94 На целительные воды Приезжайте в Шефалы-Су и Жнинводы Спешите! Действуют акции! Скидки до 20% Пусть ваши сбережения работают, пока вы отдыхаете КПК «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 300 тысяч рублей И получить сертификат на отдых в санатории Подробности по телефону 239 17 36 Улица Чистопольская, 55 Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе Стоимость проезда 250 рублей Телефон 8 986 912 92 02 Только до конца июня Лада Гранта с выгодой до 60 тысяч рублей Автомобили в наличии Успей купить выгодно Автоцентр Парус Сегодня мы с вами будем чертить треугольник Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна! Я починю! А где ты этому научился? Папа научил Ой! Я починю! А кто тебя этому научил? Папа научил Я провожу Этому тоже папа научил Воспитайте у ребенка любовь к труду Министерство труда Республики Татарстан Добрый вечер! Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Очередной крупный проект в Казани В 2019 году наш город примет чемпионат Европы по триатлону Заявка столицы республики была одобрена единогласным решением Бюро Европейского союза триатлона Презентацию Казани в австрийском Кицбюэле на заседании провел министр по делам молодежи и спорта Республики Владимир Леонов Отметим, что триатлон вид спорта, представляющий собой гонку, состоящую с прохождением участниками трех этапов Плавание, велогонки и бега Каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта Чемпионат Европы по триатлону в этом году пройдет в Дюссельдорфе с 24 по 25 июня А в Казани в конце августа пройдет традиционный турнир по триатлону на спринтерской и полу-железной дистанции А 17 июня в Казанской академии тенниса стартует серия международных турниров среди мужчин IT в Казан Open 2017 В отличие от предыдущих сезонов он пройдет на открытых кортах с покрытием Харт Призовой фонд каждого турнира увеличится с 10 до 15 тысяч долларов Изначально турнир был заявлен как грунтовый, но корты не были готовы к сезону В связи с этим было принято решение перенести турнир на Харт Смена покрытия отпугнула только теннисистов из Испании, которые традиционно сильны на грунте При этом большинство спортсменов не отозвали заявки Турниры пройдут при участии теннисистов из восьми стран Татарстан на домашнем турнире будут представлять два теннисиста сборной республики Тимур Кьямов и Александр Бабарыкин, которые начнут борьбу в матчах квалификации И в завершение новости баскетбола Казанский уникс в следующем сезоне сыграет в Еврокубке Совет Международной Федерации утвердил список участников турнира в сезоне 2017-2018 года Всего в Еврокубке выступят 24 команды, среди которых три российских Денит, Локомотив Кубань и Уникс Напомним, что в прошлом году казанский коллектив выступал в самом престижном турнире Старого Света Евролиги И показал не самый удачный результат Среди 16 команд Уникс занял 15-ю строчку в турнирной таблице Опередив только итальянский Милан Сезон для баскетболистов начнется не скоро Пока у игроков есть время для отдыха и подготовки к новым чемпионатам И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Настало время низких цен Кухни, шкафы, купе, спальни и гардеробные Любая корпусная мебель по вашим размерам Только до конца июня при заказе кухни, сушилка и мойка в подарок При заказе шкафа, купе, комод в подарок Доставка и установка бесплатная Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде Очередной циклон принес в республику новые порции осадков По данным Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана Ожидается переменная облачность, пройдут дожди Ночью будет плюс 15 градусов, днем же до плюс 21 На северо-востоке Татарстана облачно, временами пройдет дождь Ночью плюс 14, днем же до плюс 22 градусов На севере Татарстана ожидается переменная облачность, временами дожди Ночью плюс 14, днем же плюс 22 градуса На северо-западе республики пасмурно и дождливо Ночью до 13 тепла, днем же плюс 22 градуса На юго-западе республики переменная облачность, ожидаются осадки Ночью будет до 11 тепла, днем же плюс 21 градус И в центральном районе республики не обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, в нем же будет до плюс 23. В последующие сутки по-прежнему ожидаются осадки, температурный же фон существенно не изменится. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561-08-81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена – от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, временами возможен дождь. Ночью будет до 13 градусов тепла, в нем же до плюс 22. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление составит 746 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 73%. Ожидается магнитная буря. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова